Дамы и господа, форум боевых искусств, битва чемпионов 14, школа против школы, объявлен открытым. Дамы и господа, форум боевых искусств, битва чемпионов. Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня, те, кто проливают кровь за нашу Родину. Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Мастера спорта и перворазрядники со всей страны. Все последние годы они вместе проливали пот на тренировках и соревнованиях. Теперь чемпионы вместе едут в зону спецоперации сражаться плечом к плечу. Но перед этим пройдут подготовку в Гудермесе. Среди добровольцев и двукратный чемпион России по карате. Мастер боевых искусств из Хабаровска. Севолод Мохерев. Одной из причин моего решения в части отправки в зону боевых действий послужило, конечно, в первую очередь, это то, что моя память о моих дедах, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые закончили победоносно. А это Всеволод Мохерев уже в Чечне, в Гудермесе. Под руководством инструкторов с боевым опытом учится, как стрелять из гранатомета. Держишь цель и плавно-плавно тянешь. Уже после стрельбища Всеволод вспоминает, как вместе с другими спортсменами решил поехать на передовую. У нас состоялся разговор с близкими друзьями, с которыми мы вместе тренировались. И вот возникла такая идея формировать добровольческий отряд, спортивный добровольческий отряд. Мастер боевых искусств уверен, спортивная закалка и хорошая физическая форма, конечно, пригодятся. Да и к дисциплине профессиональным каратистам не привыкать. Но признается ему, человеку далекому от военного дела. Поначалу было трудно запомнить, что автомат всегда должен быть под рукой. Теперь даже во время интервью Всеволод крепко сжимает приклад Калашникова. Автомат всегда должен быть при тебе, потому что мы здесь должны себя чувствовать как в зоне боевых действий. То есть пошел ты покушать, ты всегда должен быть с автоматом в руках. Автомат всегда должен быть заряжен, рука должна быть всегда на изготовке. Нелегкую науку побеждать спортсмены-добровольцы осваивают на тренировочной базе Российского университета спецназа в Чеченской республике. С высоты птичьего полета база выглядит как небольшой город. На территории больше 400 гектаров расположены площадки для парашютно-десантной, горной, водолазной и лесной подготовки. И, конечно, здесь десятки стрельбищ. В одном из самых необычных университетов России, в университете спецназа в Гудермесе, вместо привычных звонков на пары раздается стрельба. А учителя в этом музыкальном стратегии. Другие, которые могут быть с чем-то так, в регионах России. Те, кто обычно на передовой, здесь, на тренировочной базе, готовы поделиться своим бесценным кровью приобретенным опытом. Капитан Собора Ахмат в 2019-м Ильбек Албастов успешно сдал испытания на право ношения крапового берета. А весной этого года в рядах чеченского спецназа освобождал Попасную. Ну, в основном, не только я лично, все инструктора, мы все прошли, побывали в зоне СВО. И у нас есть очень хороший опыт ведения боевых действий с таким противником, которым наши сейчас ребята работают там. И мы все знаем, их слабые места знаем, и над этим работаем с добровольцами на данный момент. Ильбек рассказывает, раньше на этих полигонах в основном готовили профессионалов, бойцов элитных подразделений. Теперь обучают добровольцев. В прошлом Ильбек тоже спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе. С ребятами из Российского союза боевых искусств говорит, сразу нашел общий язык. Все они мужчины, состоявшиеся, семейные, знают зачем и куда идут и относятся к занятиям серьезно. Ребята очень стараются, схватывают все, видно взгляд ребят, насколько они внимательно все впитывают в себя, как губка. А эта тактика огневую подготовку проходит мастер спорта международного класса по карате, чемпион Европы Сергей Увицкий. Он родом из Перми, сейчас живет в Москве. Говорит, если бы не вступил в добровольческий отряд вместе с другими мастерами боевых искусств, просто не смог бы смотреть в глаза детям. Я всегда всю свою жизнь сознательно считал, что настоящий мужчина должен помочь родине, особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к родине и все остальное, если бы сейчас я сам себе сказал, что давай другие спадем, то это уже я бы не смог дальше так. День добровольца в университете спецназа расписан по минутам, тренировки с утра и до позднего вечера. За месяц надо научиться читать карты, вести разведку и обязательно управлять дроном. Без него сегодня на фронте никуда. Как никуда и без понимания, как вести бой в черте города. В университете спецназа есть даже настоящий квартал жилой застройки. С пустыми домами, подземными переходами и даже разбитыми автомобилями. В этом тактическом городке добровольцы в условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывают навыки уличного боя. Учатся штурмовать здания и освобождать заложников. Тиры, полосы препятствий и очень много оружия. Вместо учебников студентам этого необычного университета выдают автоматы, пулеметы и снайперские винтовки. На этой площадке готовят снайперов. Нужно пробежать, вот так вот перепрыгнуть, а после этого не просто занять позицию, еще сначала отжаться и только после этого занять снайперскую позицию. Вообще для снайпера важно не только медленно стрелять, но и быть в отличной физической форме. Я беру винтовку и автоматически мое сердцебиение замедляется. Может быть какая-то чувствуется, ну я не знаю, сила какая-то что ли. У меня ощущение, что я снова оказался на спортивных сборах, только на спортивных, военных сборах. Инструктора, специалисты, то есть это, как можно сказать, у нас сенсей. Инструкторы объясняют новобранцам, военное искусство – это не только умение стрелять, еще и боевая этика. Добровольцев учат надежности, хладнокровию, умению подставить плечо товарищу. Обязательно ускоренный курс медицины ведет его отнюдь не теоретик. Этот мужчина с позывным «Спас» лично вернул с того света десятки бойцов. Ранен? Да. Толсти можешь? Нет. Самое главное в красном зоне – это собственная безопасность. Безопасность спасателя. Здесь математика простая. Лучше один, нежели двое. Потому что если и спасателя ранят, то вообще никто не спасется. В Чеченский Гудермес, в университет спецназа, добровольцы приезжают со всей страны. Пройти курс может каждый. В учебном центре уже подготовили тысячи бойцов. Готовых с оружием в руках отправятся на защиту своей страны. Не по приказу, по зову сердца. Победа, только победа. Мы не можем отступить. Только вперед, только победа. Мы победим в любом случае. То есть, возможно, быстро. Возможно, не быстро. Но мы сделаем все возможное для того, чтобы это произошло. Юлия Шатилова, Анастасия Коваленко и Светлана Разганова. Программа «Главная» из Чеченской Республики.